Хобби Уральцы Мы знаем, что зимующие пчелы живут порядка 9 месяцев. Но еще более интересный факт, что в течение этого срока они не ходят в туалет. Да, пчелы настолько чистоплотны, что не могут себе позволить в домике гадить. То есть все время, пока они зимуют, они активно кушают, греются, но при этом не имеют возможности опорожнить свой кишечник. Вот почему как для пчел, так и для пчеловодов важен первый весенний облет. Считается, что при первом весеннем облете пчелы не только впервые за 9 месяцев опорожняют свою толстую кишку, но и с этого момента считается, что официально зимовка пчел закончилась. Именно вопросу об организации первого массового облета пчел и будет посвящено это видео. Для успешной организации первого облета пчел нужно сделать определенные действия. Конечно, пчелы сами смогут облетаться, но им желательно все-таки помочь. Немаловажный фактор в этом вопросе, конечно же, играет погода. Желательно, чтобы в тени было порядка 8 градусов, а на солнце 14-16. Тогда пчелы с охотностью будут облетываться. Для облета я снимаю верхние крышки и ставлю их перед литком. Ну, во-первых, на крышке пчелы имеют возможность приземлиться при облете. Вокруг у нас еще пока везде снег. И на крышках пчелы имеют возможность присесть и отдохнуть. Во-вторых, когда мы убираем крышку с ульев, солнце начинает нагревать подушку. Подушка нагревается и дает сигнал пчелам, что на улице тепло и пора совершать первый очистительный облет. Также значительно стимулирует пчел к первому облету их подкормка. Когда пчелы берут сироп, у них появляется инстинкт взятка, они возбуждаются и более охотно производят облет. Также по первому облету можно определить примерное состояние семей. Если пчелы достаточно дружно и хорошо облетываются, значит семья перезимовала хорошо и у нее сейчас все в порядке. А если пчелы неохотно выходят на облет или, допустим, как в данном уле, кучкуются, это уже первый сигнал, что в семье не все в порядке. Конечно, окончательный вывод можно будет сделать при первом весеннем осмотре. Считается, чтобы пчелам удалось полностью опорожнить свою толстую кишку, требуется как минимум три очистительных облета. В первый раз они могут освободить ее примерно на 40% и за два последующих остальные 60%. Если вам было интересно и понравилось видео, ставьте палец вверх, пишите комментарии, задавайте вопросы, обязательно давайте свои советы. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новую серию. Успехов вам и до новых встреч!